Как мы обещали, дорогие друзья, в студии появился у нас сегодня тренер, и это многократный призер Беларуси по пауэрлифтингу Никита Андрушенко. Никита, доброе утро. Доброе утро. Будем зарядку сегодня с вами делать. Так точно. Ой, ну мы уже хотим приступать поскорее. Рассказывайте нам, какие упражнения. Ну, для начала мы выполним с вами упражнения на ноги. Для этого нам понадобятся гантели. Упражнение называется выпады. Очень сильно прорабатывает переднюю часть ноги квадрицепс. Заднюю поверхность ноги бицепс бедра. И сейчас, девушке, обратите внимание, очень сильно работают наши ягодицы. Отлично. Мне очень нравится. Причем и задняя поверхность бедра у девушек тоже, насколько я знаю, проблемна. Да, и она очень сильно прорабатывается тоже. Сейчас я вам покажу, как выполняется это упражнение и прокомментирую технику выполнения. Договорились. С правой ноги делаем плавный выпад вперед и резко возвращаемся назад. Потом проделываем то же самое левой ногой. Работаем попеременно. По 12-15 повторений на каждую ногу. На что нужно обратить внимание. Колено передней ноги не выходит за носок, чтобы не травмировать коленную связку. Колено задней ноги не касается пола, чтобы мы не расслаблялись в нижней точке. Корпус делаем абсолютно перпендикулярно полу. И последний немаловажный момент – это наши углы. 90 градусов. Они должны быть 90 градусов. Как в задней ноге, так и в передней. Понятно. А можно без гантелей это упражнение? Можно без гантелей. Если у нас нет возможности взять в руки отягощение, ставим руки на пояс и выполняем точно такое же движение. Так, с непривычки будем попроще. Да. Хорошо. И еще что будем делать? Еще будем делать. Еще есть упражнение на плечи. Очень сильно прорабатывает наши дельты. Также по возможности берем в руки гантельки. И делаем достаточно простую разводку в стороны. На выдохе поднимаем гантели и медленно на вдохе их опускаем. Это только на первый взгляд кажется, что это просто на самом деле. Вдох. Да. Здесь тоже нужно соблюдать свою технику выполнения. И вверху нужно задержаться. Долго держать? Да. Немножко. На секунду. Хорошо. И плавно опускаем. Руки находятся в одной плоскости. Гантели выше головы не улетают. И медленно опускаем. Второй момент. Это наши локти. Они немножко подсогнуты. Не выпрямляем руки, чтобы не получать ненужной нагрузки на наши локти. Кстати, в этом упражнении действительно очень важна техника. И правильность его исполнения тогда будет очень эффективной. И третье упражнение у нас сегодня? И третье упражнение проработает мышцы пресса. Но это будут не простые классические скручивания, как все привыкли видеть. А такое очень популярное сейчас упражнение называется планка. Для того, чтобы его сделать, принимаем упор лежа. Опора идет на локти. Вытягиваем корпус так, чтобы он был в одной ровной линии. Ягодицы вниз не прогибаем. Вверх не оттопыриваем. Наше тело представляет одну ровную линию. Надо смотреть на себя в зеркало. Взгляд. В ту самую планочку, которую мы и хотим увидеть. И удерживаем себя в этом положении по возможности в течение минуты. Спасибо. Спасибо, Никита. Спасибо. 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 Спасибо.